Huawei, они словно огромная хищная акула, пытаются откусить кусок рынка мобильной электроники и делают это весьма успешно. Воспользовавшись тактикой Samsung, создавая огромный ассортимент и огромное количество моделей, в которых я сам уже запутался. Так что давайте разбираться вместе. Всем привет, с вами Сергей, эксперт компании KnowHow, и мы продолжаем серию обзоров на новую линейку от китайского бренда. А в гостях у нас сегодня Huawei i3-2. И первое, что мне понравилось, это удобство эксплуатации интерфейс. Это, согласитесь, не последнее качество для смартфона. Так вот, во-первых, это экран. 4,5 дюйма – это мечта одноруких. А во-вторых, смартфон оснащен умной кнопкой, на которую вы можете запрограммировать различные команды и приложения. Например, открытие Google, фонарик или скриншот. А вот забавная фишечка, характерная, по-моему, только для этой модели. Индикатор настроения. Звучит как магия. На самом деле это кислотный диод и софт, который работает как цветомузыка. Или можно, например, запрограммировать звонок на определенный цвет. Бывшую на оранжевый, а нынешнюю на бирюзовый. На что фантазии хватит. Коробочка уже привычного для Huawei оранжевого цвета. Внутри сам гаджет, бумажечки, micro-USB кабель и сетевой адаптер. И это как-то немного. Мне бы, например, хотелось, чтобы производитель ложил наушники и защитное стекло. Экран Huawei 3.2 не самое сильное звено. Он маленький, с разрешением 854 на 480, но при этом удобный, компактный, функциональный и не жрет ресурсы системы. Если вы все-таки любите смотреть фильмы на ваших смартфонах, то стоит присмотреться к его старшему брату, i5-2. Что касается производительности, то она для этой ценовой категории очень даже неплохая. Вообще Huawei на железе не экономят. Процессор MediaTek 4-ядерный, 1 ГБ оперативки и графический процессор Mali-400MP. Система очень отзывчивая и, в принципе, позволяет запускать большинство популярных игр. Тест на производительность набрал почти 25 тысяч очков. И это больше, чем, например, у Samsung J3 с гораздо лучшей начинкой. Аккумулятор объемом 2100 мАч. С одной стороны немного, с другой и система тут не должна много потреблять энергии. Лично не проверял, поэтому врать не буду. Если тут есть пользователи этого смартфона, то огромный респект, если вы напишите мнение о его аккумуляторе. В любом случае, взять с собой PowerPank будет не лишним. Камера здесь не самая сильная сторона. 5-мегапиксельная основная и 2-мегапиксельная фронтальная. В солнечный день, в принципе, все хорошо, даже вполне. А вот вечерком матрица начинает шуметь. Но Huawei молодцы. Они внедрили в i3 очень мощную двойную LED вспышку. Так что с ней можно снимать и в ночное время. Хранится ваши фотографии будут на 8-ми гигабайтах общей памяти. Немного. Но microSD флешка решает. Правда, закачка контента все тоже относительно. Есть версии с 3G интернетом, а есть 4G. Правда, они немного уступают в производительности. Короче, как в песне поется. Каждый выбирает по себе. Женщину, религию, дорогу, интернет или процессор. Облочкой Motion UI это система на Android с претензией на iOS. По крайней мере, что касается интерфейса. Как видите, здесь несколько рабочих столов. Нет никаких дополнительных меню с приложениями. Быстрый доступ и 4 основные иконки. Наследие Android это видоизменяемость и персонализация. i3.2 это такой смартфон на каждый день. Главное достоинство, конечно, цена. А еще функциональность и оригинальность, благодаря диоду и умной кнопке на торце. Узнать о нем более подробно поможет ссылка под этим видео. А у меня на этом все. Пока! Если обзор вам был полезен, то поставьте лайк. А если остались вопросы, оставляйте их в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»!